всем привет попался фундай на ремонт не только бампер заводская покраска камешки не щадят у нас на дорогах хотя пробег у этой машины она практически стоит машине 10 тысяч лет пробег на ней там что-то 1025 не больше а камешки на наших дорогах видите по лобовому это каменючки у нас будем все счищать и надо освежить бампер ну тут и не только бампер это уже будет отдельное видео начинаем со шкурки 240 зачищаем потом посмотрим что продолжение истории с бампером я не стал тут этот камуфляж расшлифовку так сказать снимать тут ничего такого интересного и волшебного не было вот я прошелся все эти сколы все эти задиры царапины сначала 240 шкуркой потом 320 обезжирил обеспылил и загрунтовал вот пользуюсь сейчас вот таким грунтом греческим греческом зале в греческом зале ну так сказать я до этого пользовался другим грунтом он мне очень нравился польский навол спектрал андер 325 шикарный был грунт но исчез у нас как вид как класс потом кисяй грунтом пользовался корейским опять не возят вот теперь не могу определиться с чем так сказать чем работать на постоянной основе вот взял такой грунт и взял еще немецкий один грунток сейчас покажу его но то грунт наполнитель он как бы больше ближе как бы чуть поближе к жидкость поклевки скажем так а этот жидковатый все равно можно хорошо положить его вот он солит грунт наполнитель такой красивый есть вот уже ну и им пользуюсь но это как как бы после шпаклевки если чего вывожу я им тогда кидаю а потом уже после него он там таким ну ладно продолжим что сейчас начнется рутинная работа проявка и шлифовка а там потом будет видно что из него получается проявочка я сейчас возьму машинку 320 шкурку и посмотрим что из этого получилось вот в общем и целом все неплохо теперь более аккуратно я возьму шлифочек и на шлифочке доведу неохота протирать а потом опять придется грунтовой по новой но смысл такой работы я понимаю там с баллончика я допускаю вот это миллиончик мне нравится грунт немецкий он вроде тоже как как бы на половину полных стоят я частенько пользуюсь вот но много про шлифовочек не надо взять руб из конечно машинка хорошая вот лучше такие вещи не упускать чтобы много не пришлось там и грунтовать и как бы все это делать под машинку в общем сейчас на шлифочке возьму пройдусь дальше в принципе я вот помню где были ты бы и моменты негативные школы там и прочее все перекрылась и нормально все видно хорошо межуточный этап шкурка вот такая у нас сейчас триста двадцатая работа мирковская голуб флейк софт называется неплохая шкурка она отрывная вот сверху абразив снизу поролон работает мне нравится какие работать особенно в неудобных местах кояде я конечно чуть протерся но это с баллончика можно будет подгрунтовать я люблю все таки протирки там где протер по неаккуратности или не вот здесь еще и не дотер вот на сегодня уже как бы хватит ну в общем и целом все получается нормально нигде таких сильных нюансов нет которые надо было переделывать перекладывать еще тут там три или четыре слоя грунта накладывать все нормально все пока нормально я думаю все и будет нормально здесь тоже кое-где я под машинку шел принципе все нормально вот такие вещи тут особо без претензий и опять же где-то в низкой части первые царапины тут же они появятся так что нет смысла их в самом низу выводить их никто никогда не видит и такое место которое первым царапается так что особо смысла нет тут выделываться в идеал изначально задача не стояла в общем и целом все вот эти моменты сколы краски все они уже в прошлом так что задача выполнена ладно здесь кое-где получились протиры где-то до базы где-то как в этих случаях немножко до пластика где-то покраски где-то по лаку не важно вот эти все вещи естественно надо стыка подгрунтовать но чтобы не брать не грантовать весь бампер по новой не теряет является кучу времени и сил для этого как раз и существует у нас вот такой грунт 1к я им пользуюсь нравится мне хамелеончик вот мы им попробуем сейчас за продолжение эпопеи с этой машиной с хундайчиком вот сохнет бампер все тут красиво классно получилось как бы не вижу смысла тут особо здесь у меня просто такое место вчера над печкой досыхает собственно уже бампер давным-давно высох он покрашен был вчера но я люблю сушить так сказать наверняка и чтобы детальки как бы пришли в себя после покрасок и прочего торопиться ник вот тут продолжение эпопеи машина вот еще ткнулась перед ком вот эти вещи видны здесь заломчики и все вот эти крылышки были развернуты вверх когда он ударился вот эти края слева справа здесь можно было так по два-три пальца зазорова так были но плавно плавно вот скажем по такому принципу я давил 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 и до давился до того что как бы все более-менее в норму пришло осталось только вот эти вот нюансы остались сейчас я в лампе покажу это заломы и по где вот здесь и шовная мастика нарушена сейчас я покажу вот он наш бампер покрашены все красиво нигде не сколов не просадок я не то что высушил а пересушил его можно сказать чуть-чуть царапнула когда снимал ну это мелочи все ровненько чистенько нигде не подтекал ничего как бы аккуратная нормальная работа вот теперь будем собирать его собираем все в обратном порядке не забываем ставить все фишечки вот все болтики все фишечки прикручиваем на свои места вот так что все нормально вот он бампер на машинке новый красивый цвет тоже все попали очень хорошо вот в камеру это видно и глазом видно четко что чуть-чуть там на треть тона светлее но это потому что во-первых машинка извините не вымытая и это новое покрытие это старое вот так идеально хорошо подобрали краску молодцы салфин и у